МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотите знать главные новости дня? Смотрите подробности. В студии Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проклятие министров. Депутаты устроили охоту на кабминовских ведьм. Пресс-наркокартеля. Кто мешает расследовать расстрел группы по борьбе с контрабандой? Маскаль повышает ставки. В чем еще губернатор обвиняет правосеков, разгулявшихся на Драгобрате? Меньше свобод в свободной зоне. Как может измениться Шенген в ближайшее время? Черный вторник по-французски. Кто и почему будоражит Бариж? Пустить кровь к обмину хочет коалиция. Сразу три из четырех фракций большинства требуют правительства на ковер. Но отчета им уже мало. Подавай увольнение. Тут аппетиты разгулялись. Еще совсем недавно говорили о точечных заменах, косметических перестановках. То сегодня требования ужесточились. Согнать с насиженных кресел хотят всех. О первом рабочем Дне Рады и о том, глубоко ли застряла кабминовская кость в парламентском горле, Екатерина Лысенко. Первый раз в новом году. После месячного перерыва нардепы снова на работе. Избранники неспешно заходят в зал, а спикер перед стартом просит меньше пафоса за трибуной. Я всех закликаю до работы, до единственности, даже не смотря на те, в кого какие политические позиции. Но практически все политические позиции сегодня слились воедино. В заявлениях глав фракции звучит негодование к админам, особенно учитывая принятый под елочку бюджет. Враховывая, что все международные эксперты очикуют инфляцию на уровне 27 сотков, в соответствии доходы бюджета увеличиваются на 84 миллиарда гривен. Мы считаем, что эти деньги должны быть направлены на индексацию доходов населения. В первую очередь, пенсии и зарплат бюджетников. Мы считаем, что народ Украины не слышал, что сделал премьер и его команда за прошлый год. Довера закончилась тем, что был принесен беспрецедентно непрозорий и корупциональный бюджет. Мы с вами, как демократичная коалиция, должны взять ответственность и собрать, и принять решение о подставке к админу, и создать новый админ. Верховная Рада должна на этом неделе сосредоточиться на кадровых вопросах состава уряда. Мы обратимся к коалиции, закинчивайте политические антрюги и сформуйте уряд профессионалов, а не камикадзе. Про премьерской фракции своего премьера защищают, но ответственность несет вся коалиция. Нам нужно поддерживать наш коалиционный уряд. И хочу еще раз нагадать, что все члены коалиции туда делеговали своих представителей. И тут же в Народном фронте предлагают переписать коалиционное соглашение. Хотят обязать парламент поддерживать правительственные законы. Но вот в других фракциях настаивают на другом пункте блоки ответственности. Требуют определить для министра сроки выполнения обязательств. И если нет реформ, министра нужно увольнять. Но сегодня в коалиции, говорят, отвечать должны не просто отдельные главы ведомств, а Кабмин целиком. Проводить собрания всей коалиции сегодня в парламенте не стали. Ограничились решением глав фракции. Договорились послужить как министров, так и Яценюка. Я вижу позицию голевых фракций. Еще не меньше четыре фракции украинского парламента выступают за выполнение норм законов развития. Закон предотвращает возможность поднять в парламент за инициативой еще не меньше 150 депутатов, пытаясь о правительственной уряде. Я сподеваюсь, что до этого не дойдет. Я сподеваюсь, что премьер-министр и министр украинского уряда законослухняни и податуют материалы, нехай запизнением, но раздадут их депутатам и проведут не показовое шоу одного актора, а полноценный звит. По регламенту правительство должно читаться до 5 февраля, но к тому времени Кабмин должен раздать депутатам письменный отчет. Затем его должны обсудить в комитетах, и только после этого премьеру дадут слово за трибуной. А уже потом депутаты смогут высказывать доверие или недоверие правительству, и в случае чего менять его. Екатерина Лысенко, Ольга Рассер, Владимир Самченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Антиправительственное восстание сразу трех фракций коалиции не обошли вниманием политологи. Вот что они говорят. Это самое лучшее, и с тем, чтобы их фракции, их партии не социализировались, с этим урядом, они пытаются от него отмежеваться. С каждым днем люди чувствуют себя все больше беднее и беднее, то, соответственно, политикам нужно привести какие-то перестановки, чтобы говорить, ну, то же, бачите, были наши предприятия, а мы сейчас будем все по-иншому делать. Новый уряд дасть возможность политикам еще на певный час, например, на рік чи півтора року, говорить, что то же был плохой уряд, мы тот уряд зменили, нужно еще немного ждать, нужно ждать, пока будут новые результаты. У отношений между премьером и президентом наметились сегодня уже просто незворотные процессы, и, соответственно, премьер уже перестав задовольняти и президента, и его политическую силу, но тем более, что до него есть очень много претензий, и с всех сторон. Это и повный провал Арсения Яценюка, и его экономической политики, социальной политики, повное банкротство Арсения Яценюка на международном уровне, его не сприймают уже ни в Европе, ни в Штатах, до него есть очень много критических зауважений. Нездатность Арсения Яценюка бороться с коррупцией, здатность Арсения Яценюка совершать реформи, но если Арсения Яценюка отправляется в эту представку, это означает, что разваливается коалиция, потому что сформировать другую коалицию без залучения, например, оппозиционного блоку неможливо. Нас очікует парламентская кризис. Целково, возможно, парламентская криза может спровоковать фактически новые достраковые парламентские выборы, например, на осень этого года. И если только мы станем свидетелями сейчас в представке Арсения Яценюка, это означает, что 100% на осень нужно ожидать достраковых парламентских выборов. Из фракции инициаторы отставки правительства преследуют разные интересы. Бакевщина нацелилась на досрочные выборы. Самопомощь пока не знает. Либо досрочные выборы, либо новая коалиция и лучшее представительство в Кабмине. Что касается БПП и президентской команды, то я не думаю, что их задача сейчас полностью свалить правительство, сформировать новую коалицию. А с кем? Новых выборов тоже не будет. Значит, если нет новых выборов, значит, сохраняется старая коалиция, меняется там коалиционное соглашение, несколько изменяется, переформатируется правительство, но Яценюк остается. А вот уже в сентябре, думаю, там уже и могут состояться досрочные парламентские выборы. Очевидную отставку правительства назвал Вадим Рабинович. На своей странице в Фейсбуке политик заявил, что уже завтра внесет в парламент законопроект о запрете выезда за границу всех членов правительства до завершения расследования деятельности Кабмина. Главное, по мнению нардепа, здесь я процитирую, добиться посадки, а не банальной отставки. Там же в Фейсбуке есть и ссылка на этот новый законопроект. Спикер Гройсман подписал закон о проведении досрочных выборов мэра Кривого Рога 27 марта. Ведь постановление за отмену перевыборов большинство депутатов сегодня не поддержали. Хотя многие считают решение о повторных выборах в городе незаконным. Напомню, в Кривом Роге победил кандидат от оппозиционного блока Юрий Вилкул, а кандидат от самопомощи Юрий Милобок проиграл. Это не понравилось самопомощи, представители которой и добились, чтобы парламент назначил перевыборы. Голова Верховной Ради Украины имеет юридическое право на подписание закону Украины. Что я и сделаю так, как я обещал, а в тех, кто лякал людей разными страхами, змушил их до голодования, пусть будет соромно. Сегодня мы пытаемся создать надзвичайно небезпечный юридический прецедент. Виборы скасовывались в ЦВК, виборы скасовывались судами, виборы скасовывались Майданом, но впервые результаты выявления граждан были и будут, или пропонуются, быть скасованы Верховной Радой. Каким образом, высший законодательский орган страны сегодня позволяет себе право втручаться фактически в то, что его не касается? Будем поддерживать, позволю представить керевника нашей фракции с огидой. По вопросу Кривого Рога выступал некий Егор Соболев. Раньше его фамилия была Зимин, поменял и фамилию, и отчество, и все остальное. Достаточно уникальный персонаж. Вы знаете, я очень хорошо познакомился с его биографией. Бывают девочки по вызову, а он люстратор по вызову. То есть в очередной раз они, партия самопомощь, хочет что-то где-то сторговать. Потому, уважаемые коллеги, просто понимать, кто раскачивает ситуацию в стране, кто угрожает народным депутатам гранатами. Мы все это видели. И что это за европейская партия самопомощь? Герой или самозванец? Главная военная прокуратура расследует дело против нардепа Семена Семенченко. Подозревают его в незаконном получении воинского звания. Об этом свидетельствует определение Печерского райсуда от 21 января. Следствие установило, что в августе прошлого года Вышгородский военкомат выдал Семенченко фальшивое временное удостоверение офицера запаса. Хотя, по данным генштаба, до службы в батальоне Донбасса он вообще не имел никакого звания. Суд разрешил прокуратуре требовать у ЦИК и аппарата Верховной Рады документы с примерами подписи Семенченко. Завтра мы продолжим разбираться в этой теме. Заявили прокуроры сегодня о беспрецедентном давлении на них. Кто-то пытается спустить на тормозах расследование очень громкого дела. О расстреле в сентябре возле города Счастье мобильной группы по борьбе с контрабандой. Мы уже рассказывали вам, речь здесь идет о раскрытии крупнейшего канала наркотрафика из Азии в Европу через оккупированные территории Луганской области. И сегодня же стали известны новые, довольно жуткие подробности этого дела. Алексей Пшемынский далее. В группе волонтера Андрея Галущенко, убитого под счастьем, удалось раскрыть невиданный по масштабам канал поставок наркотиков из Азии в Европу. Поставки шли через оккупированные боевиками территории. Такие сенсационные подробности расследования сообщили в главной военной прокуратуре Украины. Золотый трикутник Азийский, транзитная территория Российской Федерации, неконтролеванная часть украинского кордона на территории Луганщины, прохит через линию размежевания с прикрытием под зброей. По словам правоохранителей, с оккупированных территорий наркотики попадали в Харьков, уже оттуда в Европу. После пяти месяцев расследования главный военный прокурор уверен, группа Галущенко, известного как Эндрю, раскрыла, кто были соучастниками боевиков на украинской стороне. Через несколько дней группу расстреляли. Эндрю и сотрудник вискальной службы Дмитрий Жарук погибли на месте. Еще четверо участников группы были ранены. Стрелявшие уничтожили все доказательства. Стреляли с подконтрольной Украине территории, уверен Анатолий Матиос. Установлено, что на момент ученения этого убийства, близ места ученения злочину, ни диверсивно разведена группа, с боку ЛНРО, как оно теперь правильно называется, на территории подконтрольной Украины, не перебывала. После этих сенсационных заявлений в прессе у адрес следователей вывалили квартирный компромат. А именно против военного прокурора АТО Константина Кулика. Кстати, квартирный компромат применили ранее и к прокурору Касько по делу бриллиантовых прокуроров. А вот экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Маскаль уверен, след этих материалов по военному прокурору Кулику и дело Эндрю тянется из ФСБ. Об этом он заявил на своем интернет-ресурсе. Нынешний глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука считает, за давлением стоят высокопоставленные чиновники в Украине и за ее пределами. В этом уверен и народный депутат Дмитрий Тымчук. Мы были уже тогда уверены в том, что заказчики и исполнители находятся на нашей территории. Сейчас идет круговая порука. На кону очень большие деньги. Как сообщил Борислав Береза, правоохранители уже проводят секретную операцию по блокированию каналов контрабанды и наркотрафика. В прокуратуре заявляют, круг подозреваемых уже есть. И дело Эндрю обещают довести до конца, несмотря ни на что. Думаю, что неполегливо, не дивлячись на все загрозы, рухаемся в сторону оголошения подозр ряда конкретных осіб. Алексей Пшимыски, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Подробности будут и дальше. Внимательно следить за этим делом и сообщать вам все его детали. Как следим мы за другим громким делом, которое, если не разваливают, то затягивают? В ГПУ уверены, адвокаты беркутовцев, подозреваемых в убийстве 48 и ранении 80 активистов Майдана в феврале 2014 года, изо всех сил вставляют палки в колеса расследования. Прокуроры даже в суд пошли, чтобы найти управу на этих защитников. Вот помогли или нет люди в мантиях, знает Ирина Романова. Почти два года Светлана ждет, когда же накажут убийц ее мужа, активиста Майдана Владимира Щаплинского, расстрелянного на Институтской 20 февраля. Потребно всех этих 20 затримать и всех 20 судить, потому что за оружием они были все там. Знаете, могли не стрелять. Могли стрелять по ногам, по ветру стрелять, а они наносили смертельные удары. Из 20 подозреваемых киевских беркутовцев, стоявших тогда на Институтской, пока задержаны только пятеро. И только по двум, Аброськину и Зинченко, дело уже рассматривается в суде. Еще по троим, замкомандира полка Олегу Янишевскому и двум рядовым беркутовцам, Сергею Тамтури и Александру Маринченко, ведется досудебное расследование. Прежде чем передать и по ним дело в суд, и сами подозреваемые, их адвокаты должны изучить более 180 томов. Материалы, говорит прокурор, передали им 5 января. И хотя в законе конкретные сроки для этого не указаны, обвинение обратилось в Печерский райсуд столицы с просьбой установить для подозреваемых их защиты конечную дату ознакомления с материалами 8 февраля. На заседание, назначенное на сегодня, пришли также потерпевшие и их адвокаты. У нас есть в наявности все мои дела, мы с ними фактически ознайомились на сегодняшний день. Мы начали так же с начала года. Подозреваемый Олег Янишевский претензиями обвинения возмущен. Уверяет, знакомится с делом оперативно. Каким образом я затягиваю вручение материалов? Задачивает один день 53 тома. И вы становитесь для меня обмеженными. Янишевский требует отвода прокурора. Его поддерживает защита. Но судья не соглашается. Прокурор предлагает подозреваемым их адвокатам диски с копиями всех материалов дела, чтобы те могли ускориться. Нам фактически дается 24 рабочих дни для ознайомления с 186 томов справы плюс 2 терабайты видео. Безумолее, что это невозможно физически сделать. В прокуратуре заканчиваются сроки досудового расследования. Уже в лютем месяце необходимо она при этом не поставила за мету себе продать обвинувальный акт в суд. Если суд ограничит им время ознакомления с документами, защита подозреваемых обещает подать апелляцию. Ирина Романова, Андрей Костюк. Подробности телеканал Интер. Дело о бесчинствах на курорте Драгобрат, как снежный ком, обрастает новыми и новыми обвинениями. Сегодня добавил факты губернатор Закарпатья. Но не о самой перестрелке, после которой пятерых правосеков арестовали, а об их других подвигах. В чем именно обвиняет членов правого сектора, подробнее Татьяна Винникова. Конфликта на Драгобрате могло не быть, заявил губернатор Закарпатья Геннадий Москаль. По его словам, бойцы правого сектора Антон Акараков по кличке Бес и Василий Малкович по кличке Хорват занимались разбоем, похищали людей и должны были сесть задолго до инцидента в Карпатах. Губернатор рассказал, в прошлом году с улицы Майорова в Киеве они похитили человека, пытали и требовали за него выкуп. А еще два года назад избили, угрожали убить, отобрали деньги и мобильные телефоны у людей прямо на лекции в Киеве. Идет лекция в аудитории, ну заходят, где-то человек 13, с автоматов начали стрелять в потолок, значит, по головам тем студентам, ну, те попадали, всех ограбили, одного взяли, вывели в заручники, требовали выкуп, были. Разборки, о которых заявил Геннадий Маскаль, произошли не где-нибудь, а в научно-просветительской организации «Знання». Здесь говорят, а набеги помнят до сих пор. За более чем полувековую историю подобного не было. Это видео с камер наблюдения. Спортивные парни действовали быстро. Заблокировали охранника на проходной. Целенаправленно шли в аудиторию. Многие даже не прятали лица. Среди них Геннадий Маскаль увидел не только драгобратских бойцов, но и фигурантов других уголовных дел. Сегодня эти все дела должны быть объединены. Это устойчивая банда, оружие, создание злочинной организации. Затемить всех, в том числе и Беса, Хорвата и всех остальных. Губернатор заявляет, тогда, после инцидента, во время лекции Печерский райсуд постановил задержать подозреваемых. Но все это время они были на свободе. И только после конфликта на Драгобрате 10 января бойцов правого сектора взяли под стражу и судили в Ужгородском апелляционном суде за хулиганство с применением оружия. Но в итоге бойцов отпустили на поруки нардепов. Могли ли ужгородские судьи не знать о решении Печерского суда? И как движется расследование двухлетней давности, о котором рассказал Геннадий Маскаль? Эти вопросы мы адресовали в МВД. Отправили письменный запрос. Ответа пока нет. Татьяна Авинникова, Марина Коваль и Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Париж окутал черный дым горящих шин. На забастовку вышли таксисты. И, похоже, открыли протестный ящик Пандоры. Вслед за ними на улице потянулись и другие недовольные. Кто они и каков градус этого протеста, расскажет Ирина Иванова. Этот вторник оказался для Парижа черным во всех смыслах. В небе черный дым, в воздухе запах гари. Пробки на самых интенсивных перекрестках и магистралях. Это более тысячи французских, а еще бельгийских и испанских таксистов с самого утра отстаивали свое право на справедливую конкуренцию. Мы требуем от власти, чтобы выполнялись законы, чтобы автомобильные компании, такие как Убер, ушли с рынка, а мобильные приложения исчезли. Сервис Убер не впервые провоцирует гнев таксистов. Это мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты частных водителей. Таким перевозчикам не нужна лицензия. Их услуги дешевле, чем у таксистов с официальным разрешением. Не о чем спорить. Либо искоренение таких сервисов, либо компенсация нам. Мы уже несколько лет их терпим. Хватит. Идея создать подобный сервис возникла у американского предпринимателя именно в Париже. Убер стартовал в Сан-Франциско в 2009-м. Сейчас услуга доступна в 300 городах по всему миру. Но в Париже водители по вызову еще и нарушают правила. Возмущаются таксисты. А налоги платят в американскую казну. Вы бы стали парковаться на местах для инвалидов или спецтранспорта? Нет. А те водители паркуются. И еще на выделенных для нас таксистов местах, за которые мы платим. Весь день в разных точках города горели шины и дымовые шашки. Полиция пыталась разогнать толпу с лизоточивым газом. Возникали стычки. Около 20 человек задержаны. В аэропорту Орли автобус попытался прорвать блокаду. И сбил одного человека. Не легче было и желающим улететь из Парижа. В этот же день бастовали авиадиспетчеры. Каждый пятый рейс отменили. Работники сферы жалуются на чрезмерную загрузку. А еще против нового порядка начисления зарплат. Даже не знаю, что думать. Пассажирам эти протесты доставляют массу неудобств. Акции протеста также устроили педагоги и госслужащие. Из-за запланированного сокращения зарплат и реформ. Судя по всему, черных дней во Франции еще прибавится. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Вторая горячая точка на карте Франции. Если не первая, конечно, городок Кале. Стратегический объект из-за евротоннеля, соединяющего материк и британские острова. И вот сюда местные власти просят ввести войска. Насколько обоснованы их опасения? Не дуют ли они на холодную воду? Выясняла София Гордиенко. О том, что наша машина подъезжает к французскому городу Кале, понятно по агрессивной реакции людей, идущих вдоль трассы. Они заметили камеру мобильного телефона. Сколько человек живет в этих французских фавалах, неизвестно. Данные колеблются от 4 до 8 тысяч человек. Иракцы, иранцы, палестинцы, пакистанцы и афганцы. Вчера показательные на камеры джунгли Кале пытались снести. Но, судя по всему, сегодня палаточный городок продолжает жить своей жизнью. Непонятно, как можно сравнять с землей место, где обитают тысячи человек. Впрочем, властям удалось сделать невозможное. Они смогли оттеснить лагерь. Из 70 тысяч жителей Кале, несколько десятков, чьи дома находятся неподалеку, стали заложниками мигрантов. Их грабили, к ним вырывались без спросу. Люди были готовы взяться за оружие. Есть среди них прекрасные люди, в переносном смысле. Они бросают в проезжающие машины камни, пытаются взобраться на грузовики. И из-за этого постоянно воют полицейские сирены. Нам уже надоело. Если ко мне полезут во двор, я за себя не ручаюсь. Впрочем, уже в 200 метрах от фавел, прямо на пути ежедневного променада непрошенных туристов, Лусе Бурдон, делая в заборе калитку, уверяет, особого дискомфорта приезжие не вызывают. Ну, друзья ко мне боятся ездить, это да. А так у меня с ними проблем нет. Вот те, кто жил неподалеку, им, конечно, досталось. После субботних событий, когда мигранты сломали ограждение порта и пробрались на корабль, патрулили, полицейские кордоны здесь усилили. Поговорить о тех событиях с участниками не удается. Если жителям города стало спокойнее, то дальнобойщикам, как обычно, приходится быть крайне осторожными при въезде в Евротоннель. Тысячи мигрантов, пытающихся пробраться в Великобританию, ставят на трассе ограждение, бросают под колеса рухлядь, вынуждая водителя остановиться. Чтобы усмирить людей или просто навести порядок, нужны сотни полицейских. В условиях террористической угрозы по всей Франции отправить сюда столько нет возможности. Как и нет ответа французского правительства на призыв главы региона о введении войск в Кале. Европейские лидеры о войсках пока не думают, но рассматривают вопрос об усилении границ. Пресса снова обсуждает, есть ли будущее у Шенгена. Кто решил поубавить свобод в свободной зоне, нам расскажет Татьяна Лагунова. Страны шенгенской зоны хотят контролировать свои границы, если нужно надолго их закрывать. Министры внутренних дел и юстиции, стран ЕС, которые входят в Шенген, обратились в Еврокомиссию. Они просят внести изменения в законодательство и разрешить шенгенским странам вводить пограничный контроль на своих границах сроком до двух лет. Сейчас временный пограничный контроль можно ввести на шесть месяцев, но потоп беженцев, который заставил некоторые страны закрыть границы, не уменьшился. Поэтому мы просим Еврокомиссию подготовить правовую и практическую базу для увеличения этого периода. Когда Еврокомиссия даст ответ, пока непонятно, но уже сейчас документы проверяют на границах шести стран шенгенской зоны. Германия – одна из них. Профсоюз полицейских уже заявил, нужно срочно расширять штат. Из-за наплыва беженцев в стране не хватает стражей правопорядка, учителей и сотрудников миграционных служб. Речь идет о десятках тысяч новых рабочих мест. Справимся, повторяет Ангела Меркель. Мы не должны впадать в пессимизм. Я, как и раньше, верю, что мы справимся. Ну а самый обсуждаемый город Германии сейчас Фрайбург. Местная пресса пишет, владельцы некоторых ночных клубов и дискотек решили ограничить или вовсе запретить вход беженцам из-за того, что те пристают к женщинам. Подобную инициативу уже осудили политики, мол, в заведение нужно не пускать изрядно выпивших и агрессивных посетителей, независимо от их национальности. Татьяна Лагунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». А вот Дания придумала, как и границу перед беженцами не закрывать и сделать страну, мягко говоря, непривлекательной для мигрантов. Там сегодня приняли жесткий и правотиворечивый закон, который практически обдирает беженца как липку. О мигрантском раскулачивании. Оксана Кундеренко. Подавляющее большинство голосов «за» и скандальный закон принят. Дания теперь станет отбирать ценности у вновь прибывших в страну мигрантов. Эффективная мера, чтобы хоть как-то оправдать расходы на их содержание и немного остудить пыл тех, кто хочет обосноваться именно в этом спокойном королевстве. Теперь беженцев будут обыскивать и изымать наличные и вещи, если их стоимость превышает полторы тысячи долларов. Не обручальные кольца, конечно, не фамильные драгоценности. Весьма глупо сравнивать этот закон с политикой нацистов, как некоторые делают. У нас действует такое же законодательство по отношению к гражданам Дании, которые не могут расплатиться с долгами. Грубое нарушение прав человека, международных норм и правил, трубят тревогу в ООН, ЕС и правозащитных организациях. Этот закон подливает масло в огонь ненависти, увеличивает дискриминацию, а не ту солидарность, которую должны высказывать нуждающимся в защите. Правоцентристское большинство в датском парламенте спокойно и непоколебимо в своем решении. Мало того, намерены запретить мигрантам перевозить родственников, пока сами они не проживут в Дании три года. Мне хоть повезло, что вся моя семья здесь, но взять с нас нечего. Мы приехали без гроша, продали дом, ресторан и все отдали за дорогу. Соседняя Швеция и вовсе границы закрывает, ведь не считая Германии, именно в Скандинавию рвется больше всего переселенцев. Когда приезжает очередная волна мигрантов, мы получаем огромное количество звонков. Люди обеспокоены и переживают за свою безопасность. Страна до сих пор не отошла от зверского убийства 15-летним подросткам-беженцам, девушке, работавшей в центре для переселенцев. Александра Межерш сама ливанских кровей умерла от множественных ножевых ранений. Те, кто прибыли в нашу страну, пережили страшные испытания, и мы не знаем, как это повлияло на их психику. В любом случае, простых ответов и решений в сложившейся ситуации нет. Пока же отдельные европейские государства принимают непопулярные решения, не обращая внимания на волны критики. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Наш выпуск продолжается. И вот о чем вы узнаете во второй части подробностей. Смертельные сводки. Минздрав вынужден был признать эпидемию гриппа в стране. По следам депутата-убийцы. Подробности заинтересовались прошлым и будущим виновника смертельной трагедии в Лисичанске. Подвиги мажора в погонах. В Николаеве бывший правоохранитель избил сотрудника скорой помощи. Эпидемия гриппа в Украине все же есть. Об этом сообщил министр здравоохранения Александр Квиташвили. Эпидемиологический порог превышен уже в 18 областях страны. Наибольшее количество заболевших в Римненской области. Меньше всего в Харьковской. За период с 1 октября уже подтверждено 83 смертельных случая. Почти во всех из них выявлен вирус так называемого свиного гриппа. Но главное испытание у нас еще впереди. Минздрав пик заболеваемости прогнозирует на следующей неделе. Препараты для лечения атипичного гриппа есть. На днях несколько десятков тысяч доз передала как гуманитарную помощь Литва. Сегодня в 18 областях порог эпидемический превышен. Из них в 11 больше на 50%. Литва нам передала в помощь 2400 доз. Там и флё, и 20 тысяч спальники-тозроленцы. Они уже в Украине, они прошли постаможку. Все такие, и сейчас они на подъезде в Киев. Так что мы будем их распределять по тем областям, которые в этом больше нуждаются. С особым страхом ждут гриппа жители восточных областей. Наш военкор Ярослав Кричко сегодня побывал в населенных пунктах вблизи Донецкого аэропорта. Что увидел? Жители практически не получают медицинской помощи. Вся надежда только на военных и волонтёров. Продолжит в сюжете. Село Водяное, недалеко от Донецкого аэропорта. До сих пор здесь живут 60 человек. У Алексея Дмитриевича сахарный диабет. Дедушка впервые приглашает к себе врачей без границ. Ему 87. Давление повышенное, а уровень сахара зашкаливает. Фиксируют врачи. Пока идёт консультация, по селу уже разошлась новость. Приехали медики. Правда, о гриппе здесь не говорят ни слова. Люди шутят. Карантин у них уже полтора года. Больницу разбили, школу разбили, садик разбитый. Часть села без света, магазинов нет. За медицинской помощью люди когда-то обращались в соседние, теперь разрушенные пески. Сейчас помогают украинские военные. Но вот попасть в настоящую больницу можно разве что своим ходом. Я набрала 103, поднял молодой человек и рассказываю, что мы ему сводя назначить, нам нужно скорую вызвать. А он говорит, опять повторите адрес. Я говорю, сводя на. А он говорит, ну извините, вы попали в Донецк. Очень много запущенные люди, неконтролированные хронические пациенты. Особенно взрослые люди, взрослые. Они, конечно, легко не могут перемещаться. Нет транспорта, нет докторов, нет аптек. И вот именно это те места, которые мы пытаемся посещать и помогать. Тем временем, именно в районе Донецкого аэропорта боевики чаще всего нарушают режим прекращения огня. Как и завжди, это стрелковое оружие, ренетометы. Зридко, зридко прилетают мины. Один украинский военный в Песках получил ранение. И только сегодня с утра уже зафиксировано 19 обстрелов боевиками украинских позиций. Ярослав Кричко, Александр Данилов и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер. Лисичанская трагедия. Вчера мы обещали узнать все подробности убийства, которые совершил в прифронтовом городе депутат Тернопольского облсовета Павел Федик. Напомню, его также обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Вот что удалось выяснить об избраннике моим коллегам. В Тернополе Павел Федик был заметной фигурой, а всеукраинскую известность приобрел в октябре 2014-го. Тогда студенты Тернопольского высшего профессионального училища решили устроить мусорную иллюстрацию своему директору, депутату облсовета. Свои действия студенты объяснили тогда так. Не хотят, чтобы училищем руководил бывший член партии регионов. Студенты, активисты его змусили залезть в смертель и, так сказать, зеленкой упаляли и споплюжили. То есть этот факт имел место. После того были еще юридические моменты его высторонения от работы и таким образом он втратил эту работу. Потеряв работу директора, Федик развил бурную деятельность в областном совете. Бывший глава облсовета называет его депутатом-скандалистом. После мусорной иллюстрации в жизни Павла Федика началась черная полоса. В сентябре 2015-го депутат за рулем автомобиля насмерть сбил женщину, жительницу села Мишанец. И хотя с места ДТП Федик не сбежал, а вызвал скорую, признал свою вину, по факту ДТП открыли уголовное расследование. Несмотря на то, что Федик находился под следствием, он уехал в командировку в Луганскую область с инспекцией. Хотел проверить, как строят фортификационные сооружения и в каких условиях живет добровольческий батальон патрульной службы Тернополь. Но на базу, где дислоцируется батальон, депутата не пустили. Когда он пытался пройти на месте их дислокации, власти его не пропустили, поскольку никто из руководства батальона и сам руководитель его заступники не знал этого человека, никто не рекомендовал, его в частину не пропустили. После Павел Федик решил стать детективом, выслеживать сепаратистов и шпионов. Ранним утром 31 октября он застрелил жителя Лисичанск. Полиция объяснила, что прохожий выглядел как боевик террористов. Павел Федик находится под стражей, а своим родственникам рассказал такую версию произошедшего. Он как раз шел в пешке, увидел человека в цивильном одессе, под курткой стерчало, дуло автомат. И вот это встревожило. Он сказал ему, отдай автомат, сдайся в милиции. А то и вытягнул автомат и спимогул на Павла. Я скандальный, я конкретно так, потому что я же там не была и не видела. Сейчас скандальный бывший депутат в больнице следственного изолятора. Как сообщил адвокат Федика, у него гипертонический криз и перелом бедойной кости. Ногу сломал на прогулке в СИЗО. За убийство Павлу Федику грозит 15 лет лишения свободы. И еще 8 лет за смертельное ДТП. Ирина Исаченко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер. Скандал в Николаеве. Мажор в погонах, как уже окрестили его в городе, избил водителя скорой помощи на глазах у десятка свидетелей. Как теперь пытаются замять скандал и найдут ли управу на бывшего стража порядка, Кирилл Ющишин продолжит. Драка произошла в конце прошлой недели. Мужчина припарковал свою иномарку у детской больницы. Да так, что перекрыл подъезд еще и на станцию скорой помощи. Она по соседству. Водитель скорой сделал замечание. В ответ владелец легковушки набросился с кулаками. Начал его ногами бить. Я выскочила. Начала его отталкивать, этого верзилу здорового. Он начал оскорблять, нецензурными словами говорить на нашего водителя. Избитый водитель скорой на больничной койке. Пока не может встать. У него множественные травмы. На данный момент он находится на больничном. Состояние его ближе к средней степени тяжести. Водитель иномарки скрылся, как ни в чем не бывало. Инцидент у ворот больницы стал резонансным в городе. Спустя несколько дней автомобиль обидчика нашли. Патрульные с боем задержали нападавшего. Им оказался Игорь Барский. Он с друзьями как раз выпивал в кафе. В потасовке несколько раз ударил присутствующего при задержании журналиста. Стоять у этого дебила, спросите, что он говорил. За что он получил по роже. Вы звонили, да? Вы звонили, Андрей Николаевич. Уберите его, пожалуйста. Что он не снимает? Он наносит мне телесные повреждения. Что он не снимает? Ушел от меня. Эй, ты что? Так, прекращайте, без рук. Успокойся. Я все это снимал на камеру. Он постоянно высказывался агрессивно в мою сторону. В какой-то момент он начал толкать меня, прыгать мне на ноги. Один из его товарищей нанес мне удар в правую область головы. Против Барского открыли сразу два уголовных производства. За драку с водителем скорой и нападение на журналиста. В полиции он отказался общаться с прессой. Теперь уже сам раздает комментарии. Говорит, его спровоцировали. Оскорбил меня, я подошел к нему. То есть, как я уже сказал, да, я его ударил первый на эмоциях. Ударил его по животу, по лицу я его не бил. После того он захотел со мной продолжить драку. Я увернулся, сделал ему посечку, он упал. Вот только свидетели утверждают обратное. Говорят, Барский напал на водителя скорой и перестал его избивать только когда прибежали прохожие. Потерпевшие опасаются, что их обидчик останется безнаказанным. Считают у Барского связи в правоохранительных органах. Он бывший милиционер. Служил в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. В городе Барского называют мажором. Его отец руководит крупным спорткомплексом завода «Заря». А дядя, говорят, давний товарищ главы областной Николаевской полиции. Если за избиение водителя скорой Игорю Барскому грозит только штраф, то за нападение на журналиста уже тюремный срок. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности. Телеканал Интер. Николаев. Дерзкое нападение террористов на израильское поселение. Армия в ответ собирается разрушить их дома. Полиция выясняет, как преступники проникли на охраняемую территорию. Ну а местные жители требуют защиты. С места событий Сергей Услендер. С этой стороны Бейтхурон выглядит, как настоящая крепость. Четырехметровый забор, колючая проволока, сигнализация. На въезде пост с вооруженной охраной. С противоположной стороны защита куда проще. Террористы пришли оттуда, откуда их нападение никто не ждал. Это самый центр поселка, но в то же время его окраина. Вот видно забор, через который перелезли террористы. Просто чудо, что в этот момент детский сад был уже закрыт. И тогда они направились к магазину. Он чуть впереди, метрах в тридцати. Вот там, собственно, все и случилось. Молодая девушка стала первой жертвой. На этой парковке нападавшие нанесли ей несколько ударов. Потом ранили 58-летнюю женщину и попытались ворваться в магазин. Когда они ранили Дину, пожилую женщину, то несколько человек вокруг стали кричать. Террористы, террористы. И разбежались в разные стороны. Больше вокруг нападавших людей не было. И тогда арабы попытались ворваться в магазин. Обычный поселковый супермаркет. Это такое израильское сельпо. Но люди сегодня приходят не столько купить, сколько сказать спасибо. Герой дня – хозяин магазина, который безоружный бросился навстречу бандитам. На записи камеры наблюдения видно, как он справился с ними с помощью тележки для супермаркета. Мардыхай спас нас всех. В магазине было человек 20. Половина из них дети. Люди возвращались с работы, забирали малышей из сада и отправлялись за покупками. Страшно представить, что эти мерзавцы натворили, если бы не наш герой. Столкнувшись с таким неожиданным сопротивлением, террористы бросились бежать. Но тут подоспели вооруженные охранники. Обоих нападавших застрелили. Сейчас в поселке много солдат. Эксперты выясняют, как террористы смогли незамеченными подобраться к поселению, которое даже для западного берега считалось весьма безопасным. Впрочем, безопасность здесь понятие очень условное. Причем последние 50 лет. Морально, духовно и физически мы к этому всему готовы. Мы отреагируем, мы предотвратим. Но это же повторяется и повторяется, и повторяется. И конца края этому нет. И жить в такой обстановке можно. Но нужно ли? 24-летняя Ашламид умерла утром от тяжелых ножевых ранений. Состояние второй раненой стабильное. Министр обороны Маше Ялон заявил, что дома террористов снесут. Вокруг поселения Бейтхорон построят новый забор. В поселке Атниэль, где от ножа арабского подростка погибла мать шестерых детей, жители отказались от строительства забора. Сказали, ограда все равно не поможет. Будут защищаться. Сергей Услендер, Алена Боярская, телеканал Интер, Израиль. Темная лошадка в американской гон. До начала праймерис США осталось всего несколько дней. Напомню, это процедура определения кандидатов в президенты демократической республиканской партии. Лидеры, казалось бы, уже определены. Но вот теперь в гонку может вступить независимый и очень перспективный кандидат. Кто это и не перебьет ли он результаты фаворита в гонке? Подробнее наш собственный корреспондент США Тихон Дзятко. Последний перед началом праймерис раунд дебатов у демократов проходил в столице штата Айова, в городе Демойн, в режиме таунхолл. Отличие этого формата от классических дебатов заключается в том, что кандидаты выступают в ратуши по очереди и отвечают на вопросы аудитории, которую отбирают специальным образом. В зал зовут избирателей, которые еще не определились со своим выбором. Накануне вечером первым выступал Берни Сандерс, следом Мартин О'Мейли и фаворит гонки Хилари Клинтон. О'Мейли аутсайдер, у него лишь несколько процентов поддержки. Основная интрига по-прежнему между Клинтон и Сандерсом. На национальном уровне Хилари лидирует, но в Айове опросы дают разные результаты. А потому оба, отвечая накануне на вопросы, выступали особенно ярко. Одним из самых печальных аспектов этой кампании стал тон выступлений республиканских кандидатов, особенно лидера их гонки Дональда Трампа. Это унижает самых разных людей. Трамп начал с мексиканцев, сейчас говорит о мусульманах. Это не только стыдно и противоречит нашим ценностям, это попросту опасно. Люди видят эту коррумпированную систему, позволяющую миллиардерам использовать свои деньги, чтобы продвигать кандидатов, которые им подходят. Америка не должна быть такой. Наша кампания затронула важный нерв. Нам необходимы изменения, нужна политическая революция. Хилари Клинтон, поддержка в последние дни особенно важна. Пусть она и лидирует в гонке, но все же теряет позиции. Не в последнюю очередь из-за того, что скандал вокруг ее переписки не утихает. ФБР продолжает расследование по факту того, что Хилари в бытность госсекретарем пересылала секретную информацию, используя незащищенный почтовый ящик. На этом фоне президентская кампания может преподнести новые сюрпризы. В последние дни появляется все больше информации о том, что свою кандидатуру в качестве независимого кандидата собирается выдвинуть бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Американские СМИ сообщают, он делает первые шаги по запуску кампании и окончательно определится с решением не позднее марта. Блумберг-миллиардер на кампанию он готов потратить до миллиарда из личных средств. Если он все же решится баллотироваться, это может серьезно спутать карты лидерам президентской гонки Дональду Трампу и Хилари Клинтон. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. 40-минутную встречу с Папой Римским провел президент Ирана Хасан Раухани. Папа Франциск призвал иранского гостя поддержать мирные инициативы против терроризма на Ближнем Востоке. Напомню, Раухани совершает пятидневное турне по странам Европы, первое после снятия ядерных санкций. В конце встречи обменялись подарками. Иранский президент подарил понтифику ковер ручной работы и книгу, а в качестве ответного презента получил медаль с изображением Святого Мартина, укрывающего своим плащом бедняка, и вторую энциклику Франциска «Хвала тебе», которая была опубликована в июне прошлого года и посвящена защите окружающей среды. Интересный факт. Специально для иранского гостя в Капиталистском музее картонными перегородками прикрыли обнаженные статуи античных скульптур, а из меню приемов исключили вино. Сотни миллионов долларов на счету малазийского премьера. Что это, коррупция или подарок друзей? Как Дженнифер Лопес умудрилась сесть в лужу во время выступления? И кого в московских музеях пропускают бесплатно? Далее в нашем международном обзоре. Монарший подарок, а не бюджетное воровство. Обнаруженные 700 миллионов долларов на счету малазийского премьера на Джабаразака оказались пожертвованиями от членов королевской семьи Саудовской Аравии. По крайней мере, в этом после проведенного расследования убеждают генпрокурор страны. Но вот на что же была пожертвована такая огромная сумма не говорит. Мол, дело личное и с коррупцией не связано. День Австралии с запахом гари. Национальный праздник коренных народов в Сиднее загорелась многоэтажка. Дым был виден за десятки километров. Пожар возник на кухне ресторана. И вместо праздничных парадов в этом районе улицы перекрыли пожарные машины. Огонь удалось быстро потушить. Обошлось без жертв. Красота из недр земли. В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. На закаде в розовое небо он выбросил огромные клубы дыма. Но местным волноваться не стоит. Хоть и находится вулкан всего в 80 километрах от столицы, угрозы пока не несет, так как сила его извержения небольшая. На Голливудской аллее славы новая звезда. За вклад в кинематограф ее удостоился известный американский актер, главный герой сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовный. На церемонии открытия он признался. Мечтает вновь стать режиссером и снять независимую малобюджетную ленту. А вот певица Дженнифер Лопес такой минуты славы уж точно не желала. Во время поклона на шоу в Лас-Вегасе на глазах тысяч зрителей у нее порвался комбинезон. Как говорят в народе, разошелся по швам. Но певица то ли не заметила, то ли ловко спрятала свое смущение, гордо покинула сцену. На Лабутенах в мир живописи Ван Гога. Московский музей предложил бесплатно посетить экспозицию голландского художника всем девушкам в обуви на шпильках выше 10 сантиметров. Похоже на такую идею музейщиков вдохновила песня «Экспонат» группы «Ленинград», которая стала хитом в интернете. В частности, в ней рассказывается о гламурной девушке на Лабутенах, которую некий Серега водил на выставку Ван Гога. Материнские инстинкты проявила индийская макака к бездомному щенку. Обезьяна полностью взяла под свою защиту покинутого малыша. Она отгоняет от него других бродячих собак, кормит, играет и не отпускает от себя ни на шаг. Похоже, щенок отнюдь не против такой опеки. Вот такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. До встречи в этой студии завтра в 8 вечера. Редактор субтитров А.Семкин